Ждет конфликт, определение ценностей. Притом не социальных ценностей, а своих внутренних ценностей. И как это... То есть будут какие-то напряжения. И каждому... Я не обязательно говорю о социальных напряжениях по типу Третьего Майдана или еще что-то. Вполне возможно, что эти напряжения будут через сердце проходить. И каждому придется... Не в смысле, что его кто-то будет к этому обязан. Но происходить вот такие вещи, когда надо будет определяться, как дальше жить. И не в смысле посидеть и подумать, а посмотреть, что будут люди делать. Вместо интересного человека есть? Как-то это помню, спрашиваю. Да, ну не только психолога. А ты же тоже сказал. Те, кто занимаются душой. Вот как раз. Те, кто занимаются душой. Вот это, кстати, очень... В этом есть смысл? Да. И в этом смысле, получается, и не в традиционном, может быть, понимании, как... Вот сейчас я тебе расскажу, как разрешать твои внутриличные конфликты, личностные конфликты. А в смысле быть внимательным того, как эти конфликты люди будут разрешать самостоятельно. Друг с другом. То, что называется обычно самоорганизация. Но это может быть и ничем неожиданно. Конфликт имеет две стороны, естественно. Негативную и позитивную. И третью. Когда тезис с анти-тезисом сталкиваются, порождается синтез. Значит, в этом смысле главное быть уверенным в том... какой-то вирус, ген-антиген, вот что-то отрицательное, да? То сразу человек, типа, заболевает. И происходит там повышение температуры. Что там еще происходит? Сопли текут. Там еще что-то. Но на самом деле это очень конструктивная реакция, с точки зрения того, что, как сейчас говорят, до 38 градусов не сбивает. Потому что это столкновение и это повышение температуры, оно конструктивно убивает то, что там нужно убивать. Поэтому в этом смысле получается, если происходит вот этот вот тезис-анти-тезис, то есть столкновение каких-то противоположных позиций, и они вступают в конфликт, то в этом смысле уничтожать, снижать температуру в этой ситуации смерти подобно. Потому что не появится ничего нового. Поэтому в этой ситуации нужно сопровождать. Для этого нужен посредник, который будет слышать и одного, и другого. До тех пор, пока они... температура не начнет падать. Для этого у нас есть иммунная система, которая в этой ситуации начинает соответствующие меры принимать. Ну, как... Вот сразу вот насчет... Вот антивируса. Может быть, вот эти люди, которые уже возвращаются, которые не сломлены, они стали... Почему это есть антивирус? Я не про антивирус. Я не про антивирус. Я про взаимодействие. Не в смысле, что что-то замочить, что-то от чего-то избавиться, а найти способ, как... как... взаимодействовать с отторгаемым. Как найти способ взаимодействовать с отторгаемым, как с одной, так с другой стороны. То есть... Как услышать друг друга, не извращая. А в главных каких-то моментах. Продолжение следует...